Дорогие мои друзья, приветствую всех автолюбителей на своем YouTube канале. Здесь вы найдете множество интересных роликов о подборе автомобилей. Я ваш личный помощник, готовый помочь вам найти идеальный автомобиль. Рассказать о его особенностях, поделиться полезными советами. Итак, YouTube канал посвящен автолюбителям, любителям автомобилей и тем, кто ищет хорошие японские тачки. Благодарю вас за вашу поддержку, благодарю за интерес к моему каналу. Я стараюсь создавать контент, который будет полезным и интересным для всех автолюбителей. Однако, я всегда открыт для предложений и идей от своей аудитории. Пожалуйста, не стесняйтесь, делитесь своими пожеланиями, предложениями в комментариях под этим видео. Ну и конечно, если вы цените работу и хотите видеть больше видео, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Ваша подписка поможет мне продолжать делать то, что я люблю. То есть, заниматься своим любимым делом. Итак, сегодня 30 сентября. Авторынок Зеленый угол. Самые свежие, самые актуальные цены на сегодняшний день. Ребята, я хочу напомнить, что мы занимаемся подбором автомобилей. Можем просто штучно проверить автомобиль, который вы скинете. Ссылочку с сайта drom.ru Можем сделать подбор автомобиля без вашего участия, с обслуживанием автомобиля. И поставим автомобиль либо на автовоз, либо на ЖД. Ну и конечно, вы можете приехать в город Владивосток. Мы с вами встретимся, пройдем по рынку, выберем вам лучший автомобиль. Не найдем на рынке, будем искать в городе Владивосток. Также привезем автомобиль с аукционов Японии. Более подробная информация по телефону. Друзья, говорю в каждом видео. Не дозвонились до меня? Напишите, пожалуйста, в WhatsApp. Не поднимают трубку, телефон недоступен, значит я занят. В WhatsApp написали, я освободился, я освободился. Я тут же вам ответил. Присаживаемся, поудобнее. Всем желаю приятнейшего просмотра. Кстати, в этом видео будет важная информация, как не попасть на деньги при покупке автомобиля. Поэтому не переключаемся и смотрим. Встречает нас Honda Fit, 20-й год. Комплектация Home. Объем двигателя 1,3 литра, LED-оптика, круиз-контроль, передний привод. На вариаторе стоимость 1 миллион 435 тысяч рублей. Пробег не указан, но я вам скажу, хорошая цена за данный автомобиль. Хорошая, но машину нужно проверять. Рядом стоит у нас Nissan Note, комплектация Cross, санкционный автомобиль, потому что гибрид. Объем двигателя 1,2 литра на переднем приводе, на круговом обзоре. И цена 1 миллион 300 тысяч рублей за данный автомобиль. Почему санкционный? Да потому что гибрид. Санкционные автомобили это гибриды, это электроавтомобили. И это автомобили, объем двигателей, которых превышает 1,3 литра. Следующий автомобиль, который спокойно ездил по Японии, но судьба заставила переехать в Россию. Honda Freed, без литья. Это класс минивэн. Боковые двери сдвижные с обеих сторон. Авто в гибридном исполнении. Год какой не пойму. LED-оптика. Стоимость 1 миллион 665 тысяч. Этот красавчик полноразмерный микроавтобус 2018 года выпуска в комплектации X. Система безопасности, ну то есть камеры, две печки, для кого-то это очень важно. Два монитора, гибрид и стоимость автомобиля 2 миллиона 245 тысяч рублей составляет вот за такой вот автобус. Можете отмотать видео на полгода, на год, на два года назад и посмотреть, друзья мои, сколько стоили такие вот автомобили. Дальше, значит, у нас стоит Honda Fit Shuttle. Honda Shuttle, да. Собрат Fita. Рестайл, 19-й год. Гибрид. Тоже на LED-оптике. Это Z-ка, максималка, салон кожа плюс Alcantara. Уйдет в хорошие руки за полтора миллиона рублей. Кстати, это интересная мысль такая. Выпустить видосик, который был снят пару лет назад и посмотреть, сколько машины стоили. Кроссовер от Subaru. X-brake комплектация. Рейлинги. Это идет до Restyle. И это идет 4 балла. И автомобиль идет без окрасов, как указано. И стоимость автомобиля 2,5 миллиона рублей. Представляете, 2,5 миллиона рублей Forester до Restyle. А теперь давайте поговорим с вами, как не попасть на деньги. Обратите внимание, есть автомобили, где прям указано таможня до 1 августа. Сейчас это очень важно. После 1 августа растаможенные автомобили, документы, которые были поданы на растаможку в августе по новым правилам, продавец должен заплатить утильсбор в очень-очень крупном объеме. Так вот, ребят, сейчас вам расскажу, расскажу, как вы можете попасть. Итак, как купить машину и не попасть на деньги? Да еще и с автомобилем остаться. Смотрите, какая ситуация. На днях я поехал смотреть на очередной осмотр автомобиля. И, конечно же, я проверил документы. А там, короче, сейчас нужно особое внимание уделять документам. В общем, документы от 29 августа. Ну, то есть, по новым, скажем так, правилам. Машина привезена на физика, которому заплатили 5-10 тысяч рублей. Растаможена она по обычной пошлине, без конского утильсбора. Пускай это будет условный автомобиль, пускай это будет Honda Vezer. Утиль на продажу составляет около полумиллиона рублей. То есть, продавец таких денег полляма никуда не платил. А продает автомобиль по конской цене. Так вот, вы покупаете этот авто, идете ставите его на учет. Если повезет, ездите на нем. А тут в это время физику прилетает утильсбор на полляма рублей. Физик в шоке. Хотел заработать десяточку, а остался должен. Вот просто представьте на минуту человека, человеку пришло письмо. А там написано с вас полмиллиона рублей. Короче, он идет в ГАИ, в налоговую. Я не знаю, как это устроено и как это будет выглядеть. Короче, машину просто аннулируют. И человек, который приобрел нашего условного Vezer за пару миллионов рублей, рано или поздно узнает, что тачка его, на которую он всю жизнь собирал, а может даже кредит взял, аннулированная. Ну, короче, вы поняли. Вы поняли, с чем вы можете столкнуться. А тут еще начнут разбираться и найдут несоответствие в документах. Физики редко оставляют подписи в договорах. И опять, и опять по пандос. Про это, друзья, можно говорить долго. Я рассказал вкратце. Вот такие вот есть продавцы, которые плюют просто на покупателей и на физиков. Очень важно. Я не говорю, что все продавцы такие. Есть и очень даже много есть честных продавцов. Но есть и нечестные продавцы. Есть какие-то залетные, которым на вас просто пфу, насрать. Лишь бы срубить свой куш. Вот такие вот новости, друзья. В общем, проверяйте документы. Все, что я сейчас сказал, это относится к автомобилям, которые растаможены на физлиц. Юрлиц это не касается. И еще момент. Если вы покупаете автомобиль на аукционе, то он должен быть растаможен только на вас. Инвойс оплатить должны лично вы. Проверяйте, друзья, автомобили. Проверяйте, ребят, документы. Относитесь к покупке автомобилей очень внимательно. И мы снова с вами на авторынке. Итак, Toyota Harrier. Белый-белый цвет. Дали автомобилю 4 балла. Дали автомобилю 4 балла. Стоимость 2 миллиона 900 тысяч. Охренеть. Окрас двух деталей. С пробегом что-то не понять. Какой пробег на данном автомобиле. Он такой простенький. Простенький хорек. А рядом стоит плюс 100 тысяч рублей. Но он идет уже без окрасов. Он идет 4 ВД. Как видите, тоже беленький. Ну такой прям моднявый. Моднявый хорек. Не знаю, снег собирать. Снег собирать. Чисто лопата такая стоит. Toyota Wish в рестайле на оригинальном литье. Максимальная комплектация. Написано Esco. Уйдет в добрые руки за 1 миллион 899 тысяч рублей. Да, машинки, конечно, подорожали. Подорожали в Японии. Японцы их дешево не отдают. Не отдают. Все дорожает у нас. Задняя часть автомобиля. Везель, турбо, максималка. Стоимость 2 миллиона с чем-то. Какую-то вот циферку потерли. В общем, 2 миллиона плюс. Это уже идет кроссовер от Мазды. Как вы вообще к Маздам относитесь? У нас, знаете, как-то, ну, не особо, не особо любят эти Мазды. Итак, 19-й год. 2 литра. Ну, здесь такая же история. Стоимость автомобиля 2 миллиона с чем-то рублей. Друзья, ну, я считаю, полезное видео получилось. Полезное видео. Вот на вот этой ноте давайте с вами будем заканчивать. Субару 3 миллиона рублей. Вот. В ближайшее время выйдет еще одно видео, как не попасть на денежки при покупке автомобиля с аукционов Японии. Да и не только. Расскажу вам, как правильно пользоваться сайтами и как правильно выбирать автомобиль. Всем пока, ребят.